Я поняла, что если ничего не изменится, меня ждёт жизнь, в которой самой близкой подругой будет бутылка вина. И я умру толстой и всеми забытой, и найдут меня через три недели обглоданную собаками. Тогда я приняла эпохальное решение не провожать следующий год зарёванный, слушая сентиментальное радио для тех, кому за 30. Я перестану плыть по течению и заведу дневник, в котором расскажу всю правду о Бриджет Джонс. Вес 62 килограмма, сигареты 42 в день, алкоголь 30 граммов, нет, 50. Обещание номер один. Сбросить не менее 9 килограммов. Номер два. Грязные трусики бросать в корзину для белья. Важно также найти симпатичного путевого парня и прекратить заводить романы со следующими типами. Алкоголиками, трудоголиками, бегунами от ответственности, любителями подглядывать, страдающими манией величия бесчувственными болванами и извращенцами, и уж тем более перестать предаваться мечтам о конкретном человеке, обладающем всеми вышеперечисленными качествами. Серьезная дилемма. Если по какому-то невероятному стечению обстоятельств дело дойдет до постели, то эти его просто потрясут. Зато вероятность свидания резко возрастет, если я надену эти страшненькие, утягивающие живот-панталоны, популярные у бабулек во всем мире. Хм, хитро. Ох, как хитро. Немного времени кажется, что дальше жить невозможно. Неизбежно начинаешь подчищать холодильник. Так, у меня был выбор. Или сдаться, согласиться с положением вечной одиночки и обречь себя на то, чтобы быть съеденной собакой. Или нет. Я выбрала второе. Я не допущу, чтобы меня победил этот негодяй и его американская стрекоза. Лучше я напью. И послушаю Чакахана. Я выводитель, помощник телепродюсера, разработчик «Тима». 25 декабря. Вес 63 килограмма плюс 42 печенья со зимой. Алкоголь – тысяча граммов. Пошли вон! Идемте, ребята.